Здание Горковской школы было построено в 58-м году по какому-то оригинальному проекту, который не предусматривал наличие столовой, спортивного зала и медкабинета. Поэтому руководству образователям учреждения пришлось приложить немало усилий, чтобы исправить ошибки. Например, в полуподвальном помещении расположился актовый зал, который иногда превращается в учебный кабинет. Здесь прям уроки? Да. Сколько помещается у детей? Класс помещается. Вообще сам актовый зал рассчитан на 50 человек, а здесь в партнере и 50 человек вверх. Раньше здесь располагался спортзал, но с недавних пор заниматься физкультурой ученики ходят в спортивную школу Горок-Вторых по специальному переходу. Это позволяет экономить пространство и не допускать появления второй смены. Школа в хорошем состоянии, с точки зрения директора, который администрирует это здание. И ухаживает за зданием, обслуживает качественно, в свое время проводили ремонты, поддерживающие помещение. Но как школа в стандарт она не вписывается. В современные стандарты школа в Горках-Вторых не вписывается не только из-за здания. Есть более веские причины попадания образовательным учреждения в красную зону. Татьяна Сташенкова 45 лет работает здесь учителем. Отдать к ней в класс своего ребенка мечтают многие родители. При этом квалификационная категория у женщины до сих пор первая. Хотя с ее опытом и знаниями уже давно можно было бы получить высшую. И это недоработка руководства школы. Впрочем, работу над ошибками оно откладывать не собирается. Мы сейчас заключили договор с МГО в рамках сотрудничества по проекту «Экология Подмосковья». Значит, мы пока еще не с Жаной Валерьевной, не вошли. Региональная инновационная площадка. Это у нас в рамках эксперимента. Надеемся, что станем региональной инновационной площадкой. Мне все это замечательно. И патриотика, и экология, и проекты, и, наверное, Олимпиады. В большом таком масштабе. Но мне нужны знания. Знания. Дети должны поступать в высшее учебное заведение. Из 17 выпускников в этом году в вузы поступили 15. Еще двое решили сначала закончить колледж. Бороться за показатели руководству Горковской школы в одиночку не придется. Ирина Стрижак назначена куратором образовательного учреждения. Шестой лицей, который она возглавляет, вошел в топ-100 школ Подмосковья. Кроме того, в следующем году приступят к реализации проекта, предусматривающего строительство нового здания для Горковской СОЖ. Оно будет рассчитано на 500-600 человек. Считаю, что в Горках-вторых мы могли бы построить новое здание школы. Для этого мы уже подобрали земельный участок. И отсюда детей туда, соответственно, перевезти. Причем это была бы школа с полноценным уже бассейном, с большим, с хорошим залом, с детским стадионом, с открытым полем, воркаутом и так далее. Именно в том стандарте, которым сейчас в Подмосковье везде строят школы. А пока все в школе идет по плану. Ученики активно ведут себя не только на уроках, но и на дополнительных занятиях. Например, Хабиб в подарок главе района нарисовал трехэтажный лимузин. Это вся твоя семья там лимузин? Это Путин. Ученики Горковской школы – личности творческие, с хорошим потенциалом и большой тягой к знаниям. А это, пожалуй, главное для выхода из красной зоны по одному из самых важных критериев – количество стобальников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова